Всем привет! Меня зовут Лиза. Я сегодня не планировала на самом деле снимать влог, но я подумала, что вам будет интересно собраться со мной в Москву снова и также выбрать какие-то купальники или летние вещи для Сингапура, потому что я вот сейчас открываю три своих шкафа и понимаю, что у меня нет одежды для плюс 30. И даже в плюс 30 я надеваю спортивный костюм, в котором я иду в торговый центр. И еще сегодня, ребята, я забираю наконец-то свой загранпаспорт. Мне выдали визу. Еще не выдали на самом деле, но я очень надеюсь, что мне и выдадут сегодня в Сингапур. Думаю, паспорт я забираю, там ничего не будет стоять, потому что виза электронная. Паспорт мне нужно забрать, потому что я еду в Москву и, возможно, из Москвы куда-нибудь полечу. Сегодня утром я была в зале, приехала домой, помыла голову, по пути еще зашла в подружку, всякие средства уходовые купить себе и сейчас повезла и собираюсь поезжать уже в торговый центр. Сначала заехать за паспортом, а потом в галерею, потому что я хочу зайти, а, в Victoria's Secret, б, посмотреть себе купальники, ц, заехать в Пуму, посмотреть, что там тоже есть интересного. Настроение, правда, сегодня такое Лос-Анджелес, потому что я поеду в спортивном костюме и в тапках, потому что я буду много переодеваться, много мерить вещей, и я хочу, чтобы у меня что-то было вот на таком зипе. А еще заранее извиняюсь за весь бардак, который, возможно, вы видите в моей комнате сегодня, вот там уже майка лежит, которую я собираю, там джинсы. Все хорошо, все нормально. Быстренько, давайте я вам покажу мой наряд дня. Это я вот так вот еду по магазинам. Вот мой паспорт, но пока что без визы, потому что она электронная, должны скоро прислать. А я еду в галерею. Я пока ехала до визового центра, ушнула. Я ненавижу эти afternoon maps. Сегодня какая-то акция, что покупаешь один лифтчик, а второй идет в подарок. Но мне как бы не надо, но вот я сразу вот так думаю, а мне надо, значит, сразу. Я сегодня яркое настроение, меряю несколько топов, таких кислотных. Крофту вот такое взяла, померить обычные штаны, шорты, очень-очень новая кофта. Нет, я не знаю, потому что второй бесплатный. В итоге, скорее всего, возьму вот такой спортивный костюм. Саша приехала за час до своих курсов специальные, чтобы мы провели сегодня такой девчачий день в выборе косметики. С Сашей обсуждали такие маленькие сумки в бетон. И я сказала, что я когда буду ездить в машине, у меня будет такая маленькая сумочка, я буду лежать и так. Саша лютая прогульщица, конечно, еще хуже, чем я, во время того, как ходил на учебу. А я что, если прогуливаю, да? У меня такая интересная история однажды случилась, я стояла в очереди в Викторию Сикрет из детской. Ко мне подходит мальчик, маленький, вот этот, и потом мужчина такой, конечно. И потом мужчина такой, ой, а можно тоже с вами статографируется? А мы с Сашей идем, знаете, куда? Как настоящие такие подружки в пить кофе в Старбакс. Как у нас вообще, на самом деле, возникла эта идея с бьюти-бюм и так далее, с бьюти-часом? Я спросила у Саши совет, хорошую бейкинг-пудру, потому что каждый раз, когда я прихожу, у меня раздят бумаг или еще куда-то, и говорю, что мне нужна пудра для бейкинга, мне говорят, что такое бейкинг? Капкейк? Пахнет норм, типа обычная парфюмированная косметика. Ты думаешь, все так пахнут? Так она должна быть притрая, чем зая. Она точно вот такой должна быть? Да я понюхаю, просто интересно. Ой, девочки, какая красота! Как там говорит мама отличник, ой, я так люблю эту женщину. Ребят, вы, конечно же, когда посмотрите это видео, я уже куплю что-то, да? Но вот это, да, это бьюти-блендер. Стоит 2000 рублей. Это сифора. Вообще это? Стоит 600 рублей. Разница, не знаю в чем. Саша сейчас пойдет на курсы. По какому немецкому языку? Открытие, Саша. Саша уехал, а я еду на второй этаж смотреть, что интересного появилось в Буме. Плюс я хочу родителям сделать сюрприз и подарить им красотки. Потому что им нужны были красоты. Я просто покажу вам, как выглядят обычно мои походы по магазинам. То есть тут, во-первых, уже пара обуви стоят. Коробки, да, просто привет, Пума и Ара. Я не знаю, сколько тут вешало. Я не знаю, честно. Их больше 20, и больше 30, и больше 50. И все это я сейчас буду мерить. Походу, сегодня угораю бы костюмом. Костюмный день. Потому что возьму еще вот этот. Я уже померила 2, 3, 4 футболки. Выбрала из всех вот такую. Потому что у меня есть кроссовки в коллаборации с Плаффало. И они вот такого же цвета. Я вам про них рассказывала. Точно так же выглядят. Мне кажется, круто будет смотреться вместе с ними. Выбрала родителям пары кроссовок и одежду. Первая пара, которую я подарю ей маме. Извините, что у меня тут лежит нижнее белье. Но вы уже многое видели в моих видео. Вот такие вот я взяла для мамы спортивные. Она у меня такая женщина интересная. Более сдержанные, я бы сказала. Если я не ошибаюсь, то новая коллекция. Надеюсь, папе понравится и подойдет. Вот такие я себе взяла. Тоже Пума у нас целевая вся семья ходит в кроссовках Пума. Они очень удобные, необычные. Это коллаборация. Все нормально смотрелись с костюмом моим серым. И с новыми вообще. А вы помните, да, вообще, зачем я уезжала? За купальниками. Купила я себе какой-то купальник? Нет. Я получила визу в Сингапур. Супер эксайдит еще больше. И я до сих пор не могу поверить. Мне кажется, я поверю, что я лечу в Сингапур, когда только у меня будет пересадка из Хельсинки в сам Сингапур. То есть все вот эти сборы, все видео, которые я вам снимаю, рассказываю постоянно про Сингапур, тоже, что я читаю, оно мне не верится как-то. Мне не верится, что я там буду учиться, что я буду среди своих сверстников из других стран. И мы все будем общаться, дружить. И что мы все классно будем проводить время. И эта программа, кстати, каждый год очень много ребят спрашивали, можно ли поехать на следующий год. Если там тебе сейчас 14, можно поехать. На следующем можно поехать, когда тебе удобно, угодно. И вообще хочется до 17 лет. Получается, мне кажется, очень дешево. 55 тысяч рублей с обучением, проживанием, едой. И это еще. Вы опробуйте на себе эту сингапурскую систему образования и будете изучать менеджмент, экономику. Это вообще то, о чем я могла мечтать. И круто, что вот у нас у всех есть такая возможность взять и поехать в Сингапур на учебу. Поэтому да, я вам оставляю все ссылки на обучение. Внизу в описании. Всегда вы можете посмотреть, кстати, мой целый спецпроект. Тему Сингапура, на тему, почему я выбрала эту страну, почему я еду туда учиться и мне ехать, лететь до Хельсинки. И с Хельсинки мне 10 часов лететь до Сингапура. То есть я такой выбрала путь. Я изначально выбирала между Дубай, между Катаром. Но я подумала, Хельсинки это аэропорт Капур. Я знаю, как свипеть пальцев. Мне там намного удобней. А Сингапур и вот полет в Сингапур, это не тот момент, когда я хочу выходить и пробовать что-то новое. Да, вы понимаете меня? Все, никак не могу найти себе место, чтобы закончить этот влог. Мы с вами увидимся в следующем ролике, который будет очень скоро. Надеюсь, что вам понравился мой такой шопинг-влог, который я суперспонтанно решила снять. Я сегодня, когда в душе мылась, извините за подробности, после тренировки, я подумала, сегодня хочу поехать по магазинам, посмотреть что-нибудь и снять вам видео. Время 11 вечера, а у меня не собрана сумка. А у меня в 9 утра уже сапсан. Так что я вас обнимаю, целую и спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, откуда у вас, кстати, купальники ваши любимые. Потому что у меня есть, но хочется ждать новенького. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok